Достаточно интересный материал подбросил мне один подписчик. Это статья Генри Киссинджера. Ему конспирологи приписывают тоже очень существенную роль, так сказать, в мировой закулисье. Но вообще Генри Киссинджер – это экс-госсекретарь и советник по вопросам безопасности в администрации двух президентов – Ричарда Никсона и Джеральда Форда. Снизу будет ссылка на оригинальную статью на английском языке, поэтому можете проверить, насколько статья достоверна. Давайте послушаем, что думает о коронавирусе Генри Киссинджер. Ни одна нация не сможет победить COVID-19. Пандемия навсегда изменит мировой порядок. Сюрреалистическая атмосфера пандемии COVID-19 заставила меня задуматься о том, что я чувствовал, будучи молодым человеком, 84-й пехотной дивизии во время битвы при Орденах. Теперь, как и в конце 44-го, у меня возникло чувство зарождающейся опасности, происшедшее не от какого-то конкретного человека, а от сочетания случайных и неопределенных факторов. Однако, между тем далеким временем и нашим есть существенные различия. Американская твердость духа была тогда определена, конечно, общенациональной целью. Теперь же в разделении нации дальновидным властям критически важно преодолеть беспрецедентные по величине и масштабам препятствия. Поддержание этой веры у широкой общественности имеет важное значение для социальной солидарности, а также для отношений общества друг с другом, для мира и стабильности во всем мире. Нации сплочены и процветают, полагая, что их учреждения смогут предвидеть бедствия, пресекать их последствия и восстанавливать стабильность. Когда пандемия COVID-19 закончится, работа учреждений многих стран станет восприниматься как провал. Является ли это суждение объективно правдивым, не имеет значения. Правда в том, что мир после коронавируса никогда не будет таким, как прежде. Спорить сегодня относительно правильности действий правительства в прошлом только помешает нам сделать то, что должно быть сделано. Коронавирус поражает сегодня своими беспрецедентными масштабами и свирепостью. Его развертывание проявляется экспоненциально. Эпидемические обстоятельства США удваивают каждый пятый день. На момент написания этой статьи нет лекарства от коронавируса. Медицинские услуги не в состоянии справиться с нарастающими волнами эпидемии. Средства интенсивной терапии работают на пределе. Тестирования на коронавирус недостаточно для того, чтобы определить степень заражения. Вакцина от коронавируса реально может появиться только через 12-18 месяцев. Администрация США уже проделала огромную работу во избежание быстрой катастрофы. Однако вопрос заключается в том, можно ли остановить разворачивание вируса, после чего купировать его таким образом и в таких масштабах, чтобы было поддержано общественное доверие к достаточно жестким мероприятиям, как нынешние по борьбе с коронавирусом. Тем не менее, усилия по борьбе с этим стихийным бедствием огромные и решительные. Не должны вытеснять для нас непрерывную деятельность по параллельному запуску мероприятий для перехода к посткоронавирусному общественному порядку. Лидеры справляются с катастрофой на общенациональной основе. Однако действия, разрушающие пространство вируса, не признают границ. Принимая этого внимания, что снижение общественного благосостояния будет, мы надеемся, краткосрочным, однако политические и финансовые потрясения, которые спровоцировал коронавирус, могут продолжаться в течение нескольких поколений. Ни одна нация, даже Соединенные Штаты, не сможет в рамках общенациональных усилий победить вирус, борьба с которым должна в конечном итоге сочетаться совместным мировым креативным подходом и программой. Если мы не сможем объединиться, мы столкнемся с худшей из всех альтернатив. Копируя мероприятия плана Маршалла и Манхэттенской миссии США, мы обязаны предпринять значительные усилия в трех областях. Во-первых, укрепить устойчивость мира к инфекционным болезням. Триумфы медицинской науки, такие как разработка вакцины против полимелита и ликвидации оспы, или растущая статистика техническое чудо медицинского анализа при помощи синтетического интеллекта, привели нас к глобальному самоуспокоению. Мы должны разработать новые методы и новые прикладные науки для управления инфекцией и умением соразмерно прививать вакцины для огромных групп населения. Города, штаты и районы должны постоянно собираться вместе, чтобы защитить своих людей от пандемии посредством накопления запасов, совместного планирования и следования на передовых рубежах науки. Во-вторых, необходимо попытаться залечить травмы мировой экономической системы. Международные лидеры осознали жизненно важные уроки, которые они получили во время экономической катастрофы 2008 года. Нынешняя финансовая катастрофа тоже очень сложная. Сокращение экономики, вызванное коронавирусом по своей скорости мировому масштабу, не похоже на то, что когда-либо было идентифицировано в историческом прошлом. А решающие меры общественного здравоохранения, подобно социальному дистанцированию, закрытию колледжей и компаний, как раз способствуют финансовым стрессам. Мы должны также искать способы смягчения последствий надвигающегося хаоса для самых слабых слоев населения мира. В-третьих, основополагающий мир властителей прошлого – это мегаполис, окруженный стеной, защищенный высокоэффективными правителями, обычно деспотичными, доброжелательными, но всегда достаточно крепкими, чтобы защитить людей от внешнего врага. Мыслители же просвещения переосмыслили эту идею, утверждая, что целью надежного государства является обеспечение элементарных потребностей людей – безопасности, порядка, финансового благополучия и справедливости. Люди сегодня не могут сохранить этот общественный стандарт самостоятельно. Пандемия вызвала к жизни анахронизм, возрождение мегаполиса, окруженного стеной. И это в эпоху, когда, наоборот, экономическое процветание определяется мировой торговлей и перемещением людей и транспорта. Демократии всего мира должны защитить и поддержать свои просветительские ценности. Отступление мира от балансирования между силой и правом приведет к тому, что общественный договор распадется, как на внутреннем, так и на международных уровнях. Но эта тысячелетняя трудность взаимоотношения, права и силы не может быть решена одновременно с хлопотами по преодолению чумы COVID-19. Сдержанность имеет решающее значение со всех сторон, в каждой внутренней политике и мировой дипломатии. Приоритеты должны быть установлены. Мы вышли из битвы на Орденах прямо в мир растущего процветания и человеческого достоинства. Теперь мы находимся в эпохальном интервале. Исторический вызов для мировых лидеров состоит в том, чтобы справиться с этим стихийным бедствием, в то же время не забывая о долгосрочной перспективе. Если мы не справимся, то наш мир тогда может исчезнуть. Ну, как вы видите, друзья, тонким дипломатическим языком пытается Генри Киссиджер поделиться своими мыслями о состоянии будущего мира. И если, может быть, кому-то трудно разобраться в такой речи, которая лишь намекает на конкретные действия, я попытаюсь вам расшифровать, что он хотел сказать. По крайней мере, три пункта я в этом послании увидел точно. Первое. Генри Киссиджер подозревает, что подобные вещи, как коронавирус, будут повторяться. И, как я говорил в своем ролике «Коронавирус как прелюдия», что это своего рода репетиция, если хотите, или проба государств на то, как они готовы к различного рода вызовам. А эти вызовы, по всей видимости, будут и будут нарастать. Потому что, я еще раз говорю, если есть возможность создавать химическое, бактериологическое и прочее оружие, то всегда найдутся те, кто будут заинтересованы в закупке, производстве и применении этого вида оружия против своих соперников. Это не говорит о каком-то всемирном заговоре против людей. Об этом мы еще поговорим в других роликах. Но нужно понимать, что во времена вирусов мы будем чувствовать их присутствие и применение. Ну, вот сейчас, например, очень многие муссируют информацию о так называемой бактерии синтия, которая на самом деле была изобретена для того, чтобы уничтожить большое нефтяное пятно, съесть, так сказать, его, чтобы не было последствий. Синтия, она действительно удачно справилась со своей задачей, но проблема в том, что, выпуская и создавая эти бактерии, ученые не думают о том, как потом регулировать этот процесс, как, грубо говоря, загнать джина назад в бутылку. И, по всей видимости, произошло то, о чем многие сейчас говорят, что бактерия синтия, конечно же, осталась. Она может пожирать не только нефтяные остатки, но и, в принципе, все живое, что ей попадается на пути. По всей видимости, рыба, заразившаяся этой самой бактерией синтия, в том числе попала, например, на китайские рынки. Или может попасть в будущем какая-то подобная рыба на рынки Японии, Кореи, стран, где рыбу, например, едят фактически в сыром виде. То есть вероятность заражения там очень велика. И так как мы живем в глобальном мире и спокойно перемещаемся, у нас уже нет границ, и мы очень долго радовались этому, теперь мы будем сталкиваться все больше и больше с тем, что люди с различными заболеваниями легко перенесут эту болезнь не просто за пределы своей страны, но и по всему миру. Это, к сожалению, издержки вот этого самого свободного, открытого мира. Итак, что говорит Киссинджер? Он предполагает, что и дальше будут подобные проблемы. Он говорит о том, что людям или лидерам стран необходимо объединиться. Не знаю, есть ли это намек на создание так называемого мирового правительства, о чем я говорил, что, ну, просто по логике глобальный объединенный мир рано или поздно должен прийти к идее глобального объединенного управления. То, как мы наблюдаем сейчас, общаются между собой лидеры стран, каждый находясь в своей стране, так сказать, по средствам монитора, вспомните, разве не видели мы нечто подобное когда-то в фантастических фильмах о том, как будут приниматься решения, и люди будут руководить миром, не выходя за пределы своего кабинета. В принципе, интернет дает такие возможности. И нужно быть очень глупым, чтобы полагать, что рано или поздно они этими возможностями не воспользуются. Итак, Генри Киссинджер говорит, что странам нужно объединиться. Он недвусмысленно намекает на то, что в результате кризиса, который последует за коронавирусом, будет очень много стран, попавших в серьезную экономическую яму, откуда самостоятельно им выбраться будет невозможно. Для этого он упоминает о планах Маршала и призывает американское правительство, то, кому, скорее всего, обращена эта статья, попытаться помочь этим странам выйти из кризиса ровно так же, как это было сделано после войны по программе Маршала, для того, чтобы в этих странах не начался хаос, а затем за ним последовали войны, разруливать которые будет крайне сложно. То есть он призывает лидеров более сильных стран быть ответственными, в том числе и за помощь малоразвитым странам. Дальше один очень важный намек, который я заметил в его обращении, и считаю, что это правильно, если к нему прислушаются и начнут его исполнять. Он говорит о том, что мегаполисы, штаты и города, то есть крупные объединения, регионы, если хотите по-русски, делали своего рода запасы. То есть я вполне себе могу представить какие-то ангары, склады или что-нибудь такое, что бы контролировалось правительством в случае так называемых черных дней, если они наступят. Я как-то в одном уже ролике высказывал идею, что если бы человечество задумывалось о своем существовании, то они проводили бы не газопроводы, а водопроводы, такие своего рода коммуникации, которые бы, например, могли в одном месте, где слишком много воды, где страны погибают от наводнений, собирать и перемещать эту воду туда, где она крайне необходима. То есть сейчас уже, так как мы имеем международные законы, законы, распределяющиеся на все страны, сейчас даже, ну не знаю, парнишка в африканской деревне уже точно знает, они просто догадываются, что у него есть права. Когда мы живем в эпоху интернета и вот такого открытого доступа информации, вы не можете вдруг в какой-то момент отградиться от остальных стран и сказать, нет, ребята, вот тут у нас права, вот тут мы боремся за человеческую жизнь, а тут как-то вы давайте сами. Я хочу сказать, что та тенденция развития, которую мы сейчас наблюдаем во всех странах, она рано или поздно должна будет привести действительно к одному центру, где бы люди занимались справедливым распределением ресурсов. Ресурсы – это то, чего у нас нет в изобилии и бесконечно. В ближайшие годы, если ничего не произойдет, а теперь мы подозреваем, что все может произойти, как я уже говорил, население планеты увеличится до 20 миллиардов. Вопросы воды и продовольствия и всего прочего будут настолько острыми, что необходимо будет принимать в одних странах программы экономии, где слишком люди жируют, в других странах программы распределения. Если и то, что говорит Киссинджер, мы, человечество, не сможем договориться между собой, если мы не сможем посмотреть на планету как на дом, как на одну семью, то тогда, конечно, неизбежно мир разрушится. И третий момент, на который также указывает Киссинджер, о том, что вакцина в ближайший год будет все-таки представлена миру, и, скорее всего, это недвусмысленно следует из текста, она будет принудительной, как, например, вакцина от полимелита или ОСПЭ. Другими словами, те, кто боятся вакцинироваться и те, кто сейчас считают, что вакцина – это своего рода способ уничтожения всех нежелательных людей, то, я думаю, что вам стоит начать задуматься о том, как поменять свою жизнь кардинально. Об этом мы еще поговорим в следующих роликах. Почему я сейчас не высказываюсь по поводу вакцины? Потому что лично для себя сам я еще не решил, нужна ли конкретно мне и моей семье вакцина. Почему? Коротко попытаюсь объяснить. Если вакцина будет принудительной, и, например, без этой вакцины или без пометки, скажем, где-нибудь в паспорте или в каких-то документах вы не сможете перемещаться по миру, путешествовать и так далее, то, скорее всего, придется подумать о том, чтобы эту вакцину сделать. С другой стороны, я как человек здравомыслящий понимаю, что, например, вакцина от оспы и полимелита – это абсолютно необходимая вещь. На самом деле необходимая, потому что я очень много читал об этом и знаю, какой страшной была, например, болезнь полимелита для детей в 20-19 веке. И в этом случае медики добились колоссальных результатов при повальном вакцинировании детей. Но я не до конца уверен, что от коронавируса существует такая опасность, что необходимо всех, повально всех вакцинировать. Плюс меня самого напрягает, что о вакцинах, извините, начинает говорить Билл Гейтс, человек очень далекий, скажем так, от медицины, да, достаточно богатый человек, и он занимается различными программами. Но когда, понимаете, мне со всех сторон такие люди, как Билл Гейтс или сейчас Киссинджер или еще какой-нибудь премьер-министр Великобритании начинает говорить о повальной вакцинации, вот здесь я лично напрягаюсь. По своему характеру я такой человек, что если мне что-то начинает навязывать, я начинаю, по крайней мере, задумываться, нужно ли мне это. Поэтому о вакцинах мы еще поговорим, когда она возникнет и на каких условиях она будет применяться. Но одно уже четко можно сейчас понять, что мир действительно уже не будет таким, как до этого. Для себя я определил следующее. Если закроются границы, например, в Европе, так как это было раньше, то есть для того, чтобы попасть во Францию, в Италию, в остальные страны, нам необходимо будет оформлять визу, показывать документы или какие-то удостоверения о нашем состоянии здоровья, тогда, пожалуй, мы все еще сможем находиться, так сказать, каждый внутри своей страны. Это будет иметь значение в том числе и с остановкой вот этой волны беженцев. То, о чем я говорил, что коронавирус сейчас просто легко решает эту проблему. Но если страны не закроются, если по-прежнему даже после снятия карантина все останется открытым, так как было раньше, до этого, то для меня это будет показатель того, что мы все-таки начнем двигаться в сторону какого-то организованного комитета, я не хочу применять слово «мировое правительство», но, скорее всего, лидеры ведущих стран начнут создавать своего рода комитет безопасности мира либо комитет, отвечающий за какие-то общие мировые мероприятия в случае следующей подобной мировой катастрофы. Потому что если страны не закроются, соответственно, подобная история, как коронавирус или похожая на него, может повториться в ближайшие годы. Вот такие мысли на сегодняшний момент. Я считаю, что это важная статья, хоть она и таким завуалированным языком, говорит нам о том, что сильные мира сего, а Киссингер – это человек, который создавал в свое время программы по безопасности Соединенных Штатов. И если сравнивать с прошлым, такие своего рода серые кардиналы, в России это, например, Сурков, США – это некогда Киссингер сейчас, там другие персоны. Но то, что они говорят, к ним прислушиваются в том числе и те, кто сейчас занимается руководством своих стран. Слушать, о чем говорят эти люди, полезно, даже если они находятся на пенсии. Тем не менее, у них есть связи и мысли по поводу того, с чем предстоит нам столкнуться в ближайшем будущем.